Искусство Легендарный музыкант и культуролог, педагог и поэт, эксперт Нобелевского концерта и член жюри международных музыкальных конкурсов, горячий адепт мировой религии под названием «Культура» Михаил Семенович Козинник проповедует ее для всех аудиторий, вне зависимости от возраста, страны и социального статуса слушателей. График маэстро очень плотный. Сегодня он в Тюмени, завтра в Лондоне. Визиты его – всегда значимое событие в культурной жизни. В этом году честь встретить маэстро выпала и Белгороду. По приглашению губернатора Евгения Савченко Михаил Семенович впервые посетил наш регион. За неделю своего пребывания он успел очень многое – прочитать обширные лекции о культуре и рассказать о своем проекте «Школы будущего» учителям. Зажег сердца юных белгородцев интересом к музыке на детском концерте и приоткрыл тайны творений гениев для их родителей. Пока маэстро делился своими знаниями и искрометной энергетикой, мы открывали для себя целый мир, пытаясь понять, в чем же заключается этот уникальный феномен – феномен Козинника. Все мы родом из детства. Зачастую первые воспоминания накладывают отпечаток на всю дальнейшую жизнь. Михаил Семенович Козинник родился в Ленинграде, но детские годы его были связаны с Витебском. В этом самобытном белорусском городе, где переплелись самые различные культуры, языки и религии, он прожил до юношеского возраста и впитал в себя его дух. Семья будущего культуролога была довольно простой. Папа, Семен Михайлович, трудился мастером на Витебском заводе электроизмерительных приборов. Мама работала юристом на чулочно-трикотажной фабрике «Ким». Но любовь к музыке, к прекрасному, всегда жила в семье. Папа сам немного играл на скрипке и часто своими мелодиями радовал сына. Первые мои выступления были в детском саду. Да, вот это очень интересно. У вас было 4 года, да, где-то около? Я уже читал, да. И поскольку я читал, то я зачитывался особенно поэзией, конечно же, детскими сказками. У меня хорошая память в маму. И я первый раз читал, а второй раз на памяти. Это уникальная память. Это даже не просто хорошая, по-моему, память. Наверное, многие люди, которые слушают мое выступление, они об этом говорят. Они говорят, как вы все помните, откуда вы все это знаете. Когда я был ребенком, я уже был очень артистичным. Со всеми сопутствующими этому ужасами. Потому что, когда человек рождается вот таким артистичным, гиперэмоциональным, то у него больная и обнаженная кожа. И то, что обычные дети флегматично спокойно воспринимают, человек с подобной кожей воспринимает все очень обостренно. И когда я читал детям сказки, я уже помню, что я читал их так, как я и сегодня бы читал. Воспитательница и няня уходили по магазинам и знали, что весь детский сад будет сидеть неподвижно и слушать ровно столько, сколько я буду говорить. Когда кончались сказки, я начинал фантазии. Так родилось ощущение, что я нужен этим детям, потому что я их подпитываю. Многие из этих детей до сих пор пишут мне и пишут, что эти дни в детском саду повлияли на всю их жизнь. То есть, фактически, а как повлияют? То есть, они стали, они приблизились к культуре, им стала эта интересная тема, они стали ее изучать. Или вообще, в принципе, глобально они выросли немножко другими людьми? Они выросли другими людьми, потому что, когда пришло время в школах изучать все то, что я им читал в 4 года, они уже сразу поняли, что они другие. Что то, что говорит учительница, для них неинтересно. То, что написано в книжке, для них неинтересно. А для них интересно внутреннее ощущение слова, звука, мысли. Они научились читать тексты по-другому. Как и многих советских детей, Мишу решили обучать музыке. Его путь в этот волшебный мир начался в 6 лет. Изначально мальчик хотел играть на фортепиано, но в итоге выбрал скрипку. Неожиданно для всех. За день до того, как родители привели мальчика в музыкальную школу, он услышал по радио игру легендарного Давида Остраха. Затем были годы учебы в музыкальном училище, потом консерватория в Минске. Однако не только исполнительство влекло этого музыканта. Сами понятия культура, искусство, загадки великих творцов волновали его душу. Когда я почувствовал что-то, понял что-то, то в моем окружении оказались именно те люди, которые мне нужны. Знаете, то есть если женщина мечтает о настоящей любви и знает, как он этот образ, то она из сотен, из тысяч выделит этот образ. И когда он пройдет, она на него посмотрит, знает, что это ее, а он знает, что она его. Понимаете, вот помните, как у Булгакова, гениально, мастер и Маргарита, да. Вот они шли, да. Любви ты хотел быть перед нами, как убийца. Да, 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 да. Вот то же самое и здесь. Понимаете, когда я что-то понял, а понял я достаточно рано. И поскольку у меня был свежий взгляд, я не читал критики, то я сам всматривался, и вслушивался, и вчитывался, и мне было жутко интересно разгадывать их тайны. Почему гений это написал? И еще ведь понятно, что раз текст живет 100 лет, 200 лет, 300, 400, значит, у него есть что-то небесное, кратное всему, всей истории человечества, всем главным вопросом. Поэтому читая, я сразу анализирую, почему это так, почему он остался, почему это нужно, и почему без этого плохо. Юноша много читал, а потом своими открытиями делился со сверстниками. Первые публичные лекции Михаил Казинник читал в ПТУ и институтах города, когда ему было всего 15 лет. Но не только к подготовленным слушателям приходил юноша. Первые уже действительно выступления мои были в тюрьмах. Я приходил к начальникам тюрьм и говорил, что все эти дети в детских колониях совершенно не виноваты, потому что у меня замечательная мама и папа, у меня замечательные друзья, а у них ничего этого не было. Поэтому у них нет, что с чем сравнивать. И, может быть, я попытаюсь пойти к ним и объяснить им какие-то вещи и выхватить их из этого черного пространства. В таких выступлениях перед самой разной аудиторией и выкристаллизировался блестящий стиль маэстро, который притягивает к нему сегодня слушателей в самых разных странах мира. Своим идеям Михаил Козинник остается вверен долгие годы и продолжает доказывать. Дорога к постижению искусства открыта для каждого человека. Эта осмысленная встреча с творениями гениев зачастую имеет необратимые последствия, дает импульс к осознанию себя и своего места в мире. И главную роль здесь играет именно музыка. Гении знают что-то такое, что они пытаются выразить на земном языке. Все великое искусство – это то, что выражает небесное, вселенское. И наш смысл в этом мире – и попытка приблизиться к земным языкам. Поэтому музыку, я считаю, величайшим видом искусства, потому что она невербальна. Любая живопись, так или иначе, пользуется кубами, квадратами, геометрическими формами, цветами, красками, домами, людьми. Любой вид искусства, даже поэзия пользуется словами, и соседний народ уже не понимает красоту этой поэзии. Где есть человечество в музыке? Потому что музыка – это самодвижущаяся форма. Великая музыка, о, если бы люди поняли, если бы не удалось донести до какого-то количества людей, скрытые смыслы движения музыки. Музыканты часто слышат, но не знают, не могут объяснить. Огромные знания в области культуры, разноплановость талантов Михаила Казинника дают ему возможность говорить не только о музыке, но и поэзии, литературе, живописи. На своих концертах он рассказывает о легендарных творцах, как о близких друзьях, что общего между Рахманиновым и Бахом, что стоит за гениальной святотенью Рембрандта и какие коды заложены в стихах Пушкина и Пастернака. Новые яркие факты биографии, истории создания мировых шедевров, приправленные оригинальной подачей и блестящим ораторским мастерством, заставляет многотысячные залы дышать тишиной, когда говорит маэстро. Возможность вплотную прикоснуться не просто с тем, что думал, а то, что он чувствовал. Это такие музыка раскрывает такие грани, действительно, композиторы становятся родными практически. Так они не могут не стать им, потому что музыка – это самый интимный способ высказывания. особенно даже не симфонии, а квартеты, трио, сонаты. Вот я сегодня вечером буду давать Моцарта и расскажу совершенно уникальную историю, при которой соната Моцарта, которую я сыграю, будет совершенно другой. Потому что, когда я слышу даже многих великих скрипачей, я прекрасно осознаю, что они не обратили внимания, что написал Моцарт, да, посвящается Регине Стринозаке. Я уверен, что ни один из них никуда не полез и не выяснял, кто это такая. Ну, посвящается, посвящается, да. Ну вот. А я полез. Информации оказалось очень мало, что ей вот Моцарт посвятил сонату. Но есть один момент, который я знаю, который тоже уникален. А есть третий момент, который я, соединив первый и второй, могу додумать. И сыграв сонату, я получаю четвертый, пятый, шестой, седьмой. Я получаю ответы на все вопросы. В то время, когда Моцарта был в Вене, в Европе была одна единственная консертирующая женщина-скрипачка. Звали ее Регина Стринозаке. Вот такая высокая, длинная черная волоса, безумные глаза. Красавица невероятная. Она, когда ехала в Вене, очень волновалась. Знаете почему? Какая культурная столица тогдашняя. А вот в Вене живет Вольга Моцарт. А вдруг он придет на ее концерт. Он пришел. Сообщите почтовым, ведь всеми возможностями, что у вас концерт сейчас меняется. Неделю мы будем вместе здесь, в Вене, а через неделю мы будем играть на мой садах, посвященный вам. Культура, но не в общем понятие, не массовая, это определяющий вектор нашей жизни, показатель подлинных ценностей человеческого существования, считает Михаил Казини. Искусство делает человека индивидуальностью, а не растворяет в среднестатистической толпе. И именно через радость творения или сопереживание прекрасному человек становится на одну ступень со своим творцом. Поэтому цель всех встреч и лекций – дать возможность соприкоснуться с прекрасным как можно большему количеству людей, пробудить интерес к его изучению. Вот пока наши люди этого не поймут, что искусство, музыка, как ее вершина, снимает агрессию, мир становится поставщиком великой энергии и культуры, а не врагом, братом, ничего не будет. Безусловно, концерт лекции – тема давно знакомая. Однако умение работать с различной аудиторией, чувство юмора и грамотно подобранный музыкальный материал делает их явлением поистине уникальным. В общении с публикой Михаил Семенович делает пришедшим своеобразную прививку от пошлости, заставляя мыслить в глобальном масштабе. И это делает его выступления такими же ланами для публики. Такая музыка решает проблемы отцов и детей. Представьте, маму и дочку. Мама плачет, когда слышит Аллу Пугачеву. А дочка ничего не понимает. Что она там в этой Пугачеву услышала? Вот Леди Гага – это да. Вот она, проблема отцов и детей. А если мама и дочка слушают эту музыку? Вы мне скажите, какое это время? Пугачевой или Леди Гаги? Вы мне скажите, какая это страна, какая наука? Ведь здесь же великие знания, грандиозные тайны. Ну вот, например, смотрите. Для тех, кто хоть немножко знаком с понятием золотого сечения, посмотрят на клавиатуру и скажут, это та-да-дам! Находится в зоне золотого сечения, божественная пропорция клавиатуры. Дальше. Дальше. Ось симметрии. Абсолютный центр равновесия. И вправо, и влево одинаковое количество клавишей. Третий раз. Золотое сечение слева направо. Переворачиваем. Что делает Бах? Он дает нам логос, Бога, структуру. Золотое сечение, золотое сечение ось симметрии. Через эти три точки можно провести все геометрические фигуры, выстроить все знания, все структуры, все системы. Для меня это вообще безумно интересно услышать, что рассказывает Михаил Семенович, потому что это интересные вещи. И после выступления его пересматриваешь по-другому, наверное, свое какое-то отношение к каким-то вопросам и науки, и культуры, и, наверное, эстетики, и этики. И я считаю, что вот этот приезд в Белгород, наверное, все-таки сколыхнул умы нашей общественности. И, наверное, у многих людей будет что-то такое, чтобы для себя что-то изменить. Культура просто впитывается. Я надеюсь, что для сына это будет развитие. Тебе понравилось, сын? Да, понравилось. Тем более, что занимается на фортепиано. Я думаю, это ценная информация, опыт. Признаюсь, я в очень культурном шоке. Я, конечно, многое слушал, но лично я не присутствовал на лекциях, но вот буквально час посидел, я открытым ртом это все слушал, эмоции переполняют. Я слышал, что в Белгороде будет школа под эгидой, а Михаила Семеновича, дай бог, что это осуществилось. Мне очень нравится и личность Михаила Семеновича, и сама идея вот этих его лекций, концертов, я считаю, что это здорово, что он просвещает людей, пытается их объединить с помощью культуры и музыки. Это очень благородная и высокая идея. Эмоции от концерта у меня такие, как будто я сейчас вхожу в огромный новый мир, для меня еще не очень хорошо знакомый, и я чувствую, что я хочу в него войти. Мир классической музыки с подачи казинника, то есть все его расшифровки, это не просто скучная музыка, которую мы все учили в музыкальной школе, и мы ненавидели, потому что нас постоянно заставляли играть, многие из нас выбирали такой путь, пойти погулять во дворе, то, наверное, если бы я училась по казиннику, я бы закончила с блеском эту музыкальную школу, потому что мы как дети не понимали, зачем это делать. Для того, чтобы общество и государство нормально функционировало, в стране должен быть определенный процент интеллигенции, тех, кто понимает и воспринимает культуру и искусство. Сейчас им в стране ничтожно малое количество. После Серебряного века в стране почти не осталось представителей этого класса. Годы репрессий, расстрелов и лагерей сделали свое дело. Однако существует такое понятие, как генетическая память, и потомки интеллигентов начала 20 века сами зачастую не знают, что спит в их душе. Пробудить таких людей – задача непростая, но именно в этом миссия Михаила Семеновича. Цифра предельная и максимальная – самое великое счастье – 7%. Но для того, чтобы страна существовала нормально, была гражданским обществом, хорошим социумом хотя бы 3%. Судя по количеству мест в концертных залах в городах России, – это примерно 0,1%. О каких трех? О каком проценте идет речь? Потому что, скажем, давайте возьмем благополучный вариант – Тюмень. Там живет 800 тысяч. Зал большой – 1200 мест. Если он все время заполнен, то это значит 0,1% или 1,12% населения постоянно посещает Тюменьевский зал филармонии. Но я спрашиваю, у вас всегда полный зал? Нет, когда имена. То есть на обыкновенный хороший симфонический концерт с фортепианным концертом Моцарта и симфонией Бетховена со своим дирижером, со своим оркестром… – Пойдет в лучшем случае по изолам. – Да. Когда мне в Иркутске сказали, у нас в Иркутске с культурой все в порядке, у нас на Мацуева ночные очереди. Я говорю, Анна Володина. Они говорят, кто такой? Я говорю, Анна Зубкова. Они говорят, кто такой? То есть выясняется, что именно на Мацуева. Что? Почему? Это высочайшая культура. Нет, это распиаренное имя, это бренд. Идут на бренд. Если вместо Мацуева приедет Стас Михайлов, то опять эти же люди, если будет проблема с билетами, за те же деньги пойдут на Стаса Михайловна. Это не значит, что Мацуев плохой. Это значит, что когда делается масс-медийный бренд, тот человек уже не думает, что он идет слушать сонаты Биткоина или сонаты Моцерта. Он идет на Мацуева. Да, он идет на бренд? Да, конечно, конечно. И это старая традиция. Это никакого отношения, никакой культуре и любви к музыке жителей города не имеет. Дать шанс людям, незнакомым с искусством, добрать уровень культурных людей хотя бы до 1%. Выполнима ли эта миссия в данной ситуации? Какова связь между полными концертными залами и состоянием общества или экономикой? По словам маэстро, она очевидна и приводит в пример опыт одного из городов Швеции. В этом городе два оперных театра. Один оперный, да, другой музыкальной комедии, хотя они тоже стоят легкие оперы. В этом городе филармония и симфонический оркестр. У симфонического оркестра абонемент, билеты на которые раскуплены задолго до. В этом городе три концертных зала. Один большой на 2,5 тысячи мест, другой малый на тысячу мест и третий камерный на 600 мест. Это то, что у вас большой зал филармонии. А теперь главная информация. Да, в этом городе 40 музеев. Население города 92 тысячи. Вот это, получается, и есть обеспечение вот этого, хотя бы этих трех процентов. Да, а теперь подумайте, откуда в этом городе Янчопинге нет ни одного бедного, нищего, человека, который получает недостаточно денег для того, чтобы оплачивать квартиру, покупать еду, делать подарки родным, друзьям и внукам и летать на Гран-Канария или на Фуэн-Авентуру или Тенериф. Нет таких людей. Вы думаете, это просто так вот? Где-то тайная нефть, тайный газ, ничего этого нет. Нет. Это связано с культурой. Вот это очень долго и трудно объяснять. Я сказал об этом правительству в Москве, что один процент на культуру экономит... И сократить экономику на медицину в том числе. Да, 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 экономит деньги на медицину, потому что люди здоровеют, потому что люди, которые постигают Баха, Моцарта, испытывают такое счастье, испытывают такую эйфорию, что проходят начинающиеся все болезни. В нашей стране ситуация с культурой непростая. Хотя количество желающих попасть в крупнейшие культурные заведения Москвы и Петербурга растет, этого недостаточно. Но иногда, по словам Маэстро, он видит реальные шаги представителей власти по изменению ситуации, что сразу сказывается на общем состоянии всех аспектов жизни региона. Хотя даже руководителям трудно преодолеть общую ситуацию. Невежество зачастую агрессивно. Белгород, по мнению Михаила Семеновича, на верном пути, но сделать надо будет еще очень многое. Когда мы вчера путешествовали по городу, да, по Белгороду, то видно, да, советские дома, панельные, все. Не панорама этого около Владимира, да, ну, не европейский как бы город. Но когда едешь по улицам и смотришь, то воспринимаешь все это как удивительный способ, выход из той ситуации, при которой мы в 20 веке больше разрушали, чем создавали, все-таки создан из ничего, уничтоженный во время Второй мировой войны город, создан, вычищен, вылезан, уютный, удобный, по дорогам, по лязкам, по всему. И радует глаз не шедевры архитектуры, их очень мало, а радует глаз общая, ну, как бы гармония. В ходе знакомства с Белгородом маэстро особенно отметил работу филармонии. Экскурсию по уникальному культурному объекту ему провела ее директор Светлана Баруха. Однако особенно порадовал Михаил Семеновича орган. Он оценил не только залы, но и репетиционные кабинеты коллективов, и само здание филармонии. Наличие собственного симфонического оркестра также огромный плюс для города, считает маэстро. Я всегда говорю о том, что такое симфонический оркестр. Это все культуры человечества сплавились как в тигле, и в результате родилось абсолютно идеальное, максимально выразительное содружество музыкантов. Потому что какое отношение, итальянские скрипки имеют к китайскому гонгу. Или колоколам, да? Да. Однако важнейшую роль в формировании нового общества Михаил Семенович отводит к правильному образованию подрастающего поколения. Школа будущего. Этот проект он реализует в ряде городов вместе со своими единомышленниками. Комплекс на волновые уроки, заложенные в их основе, проходит уже в ряде городов России и зарубежья. Метод прекрасно зарекомендовал себя в ряде западных стран. В той же Швеции им был поставлен трехлетний эксперимент. Маэстро проводил музыкальные лекции и встречи, которые посетили более ста тысяч школьников региона Смолан. Всего более тысячи просветительских концертов, которые дали свой результат. Сотни молодых людей стали проявлять свои таланты в различных видах искусств, до этого скрытых для них самих. Своими наблюдениями в сфере образования этот педагог поделился и с преподавательским сообществом Белгорода. Когда я был приглашен в очень почетную должность эксперт Нобелевского концерта, я придумал, что каждый Нобелевский лауреат заходит, и я задаю ему вопрос, что было в детстве с музыкой. И вдруг химик заходит, говорит, мама играла, папа играл, я играл. Я приехал, вы мне такой праздник устроили, йо-йо-ма будет играть в концерт «Ворожек», это мой любимый концерт, это, говорит, химик, ученый. Потом заходит физик, начинаем с ним говорить. Что? На чем играет? На скрипке, как Эйнштейн. Как же без скрипки-то нельзя? Заходит великий Роберт Ауман из Иерусалима, профессор экономики, и я спрашиваю, какой у вас любимый композитор? Он говорит, бах, конечно. А как бах? Вы же ортодоксальный вроде бы, да? Вы этот самый кошерный, вам нельзя ничего. Он говорит, ничего нельзя, а бах нужен, потому что бах – это мозг. И так далее. Я смотрю и вижу, что вот прямо, вот чего мы теряем Нобелевских лауреатов, да? Почему у нас нет, да? Потому что в детстве музыки настоящей не было. Настоящего урока, настоящего знания, настоящих родителей, которые понимают, в чем дело. И вот мы так теряем, теряем поколение за поколением. То есть не дисциплинируем, не соединяем левую и правую доли мозга. Понимаете, отдельно. Правая, отдельно левая. Вот там, а там расчеты. И расчеты, они не ведут ни к добру, ни к счастью. Они только ядерное оружие создают. А потом пуль лет, потому что музыки не было. Возможно, кому-то высказывания маэстром могут показаться слишком революционными. Однако сам факт возникновения вопроса об эффективности школьного обучения и многочисленной дискуссии родителей показать ли того, что эта система нуждается в глобальной реорганизации. Обычно нанимают репетитора по математике. А много ли людей в стране, которые приходят к учителю музыки и говорят, мой ребенок отстает музыки, он не слушает то, что вы поручаете, он не пишет рефератов по Бетхойну и Моцарту. Но он очень талантливый математик, но Нобелевской премии ему не видать. Потому что для Нобелевской премии главный предмет – музыка, а не математика. Пожалуйста, дайте ему дополнительные уроки, мы будем платить, сядьте с ним, раскрывайте ему тайны музыкальных форм, тайны аккордов, гармонии. Потому что задача по гармонии – это то же самое, что… Мы не всегда зададачи брали. Да, конечно, как ломались мозги, как все переживали. Да вы же учились, вы же знаете, что гармония была вечной, самым главным предметом, самым страшным предметом. Решать задачи. То есть там же математические принципы, система координат. Понимаете? И я бы, например, мечтал всех учителей математики научить решать задачи по гармонии. А потом, когда бы я им сыграл то, что у них получилось из их логики, это была бы замечательная, интересная музыка. Конечно. Но я не могу решить ни одной из своих задач, потому что общество сопротивляется. Мы находимся сейчас в таком вираже мракобесия и тьмы, и ненависти друг к другу и к другим, что очень сложно говорить о добре. Михаил Семенович в ходе общения открыл секрет. В наш город он приехал, чтобы начать работу по созданию здесь школы будущего. Возможно, она пока не будет выглядеть как отдельное учебное заведение, но комплексно-волновые уроки здесь будут внедряться в учебный процесс. А для этого маэстро нужны ученики и последователи. Я не была в вашей ни в одной школе будущего. Я не очень еще могу понять, как же можно все-таки добиться того, чтобы такие глобальные изменения произошли в умах преподавателей этих же самых. На самом деле это не глобальные изменения. Если вы поставите бегуна на длинной дистанции в клетку и скажете, ну побегай, поразминайся, он будет бегать на месте. И вы никогда не узнаете, что он бегун на длинной дистанции, чемпион мира потенциальный. Откройте клетку, дайте ему возможность потренироваться, и вы увидите, кто он. Поэтому я не рассчитываю только на абсолютный креатив. Хотя мне очень хотелось бы креативную молодежь привлечь в школу. Я открываю клетку для старого консервативного учителя, у которого нет таких скреп, которые уже мозг его разъели. Вот он еще молод под душой, да, открывается. У меня самая лучшая учительница в Иксе была, женщина 50 лет, с такой высокой прической, на каблуках, с мускулистыми ногами, такая типичная советская учительша, которая ходит по коридору, вот так бух-бух-бух-грух. Она через две встречи, через два дня сказала, господи, почему вы мне не попались 30 лет назад? Господи, нет, я еще и сейчас успею. У меня есть несколько лет. Вот это да, говорит она. Она стала лучшей. Она стала заводилой комплексно волновых уроков. По каждой мелочи она мне писала, обращалась. Я правильно мыслю, я правильно думаю? Да, правильно. Так вот, не 26-летняя, только что окончившая и поступившая по остаточному принципу, потому что не поступила туда, не поступила сюда, поступила в педагогический, там меньше конкурс теперь, потому что расхлебывать трагедии семьи, телевидение, на котором все время кричат, а все на бедную учительницу за ее там 12-15 тысяч рублей в месяц. Еще проверяйте тетради, где в слове из четырех букв шесть ошибок. Свои слова о роли музыки Михаил Семенович подкрепляет фактами. Например, в процессе общения с неподготовленной детской аудиторией. На его концерт в филармонии пришли ученики общеобразовательных школ города. Два отделения по 45 минут. Удержать внимание современной юной публики нелегко. Тем более классическая музыка явно не та тема, которая теоретически должна вызвать большой интерес. Но в зале происходили настоящие чудеса. От желающих побывать на сцене просто не было отбоя. Причем поиграть на рояле мастер предлагал только тем, кто музыке никогда не обучался. Идем, идем, быстренько сюда, вот сюда, быстренько сюда, сюда, сюда. Да, сейчас, слушайте, какая мелодия. Вот такая. Тебя как зовут? Лия. 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 Лика, пойдем. Ой, какая музыкальная. Лия. Садись, Лия. Да. Давай с тобой сыграем одним пальчиком пока. Проще мелодии нет на свете. Один раз вместе, а потом второй раз ты понаблюдаешь и сама сыграешь. Ну-ка давай вместе. Начали. Ребятки, такого я еще не видал. Чтобы ребенок, который не играет на фортепиано, сразу повторил мелодию, такого еще не было. Вы видели? Ну-ка сыграй сама, я ухожу вообще в сторону. Огромное аплодисменты, Лия. Михаил Семенович знает дорогу к сердцам молодежи. И эта дорога одинакова и для детей Швейции, и для подростков в России. И имя ей – любовь. Все дети гениальны от рождения. Этот тезис звучит на всех лекциях и концертах культуролога. И сам маэстро относится к каждому маленькому человеку на равных. А детское сердце не обманешь. Сейчас я вам расскажу, что вы все рождены гениальными. И если вам не помешать и открыть, то вы будете настоящими поэтами, художниками, музыкантами, композиторами, писателями. И все, что вы будете делать, будет замечательно. Как бы фантастически ни звучало, но факт остается фактом. Всего некоторое время спустя сидящие в зале школьники отгадывали перу, какого композитора принадлежит то или иное произведение, исполняемое сами маэстро и его помощниками. Такое отношение к личности каждого ребенка, юмор и мастерское живое исполнение – все это не оставило юных белгородцев равнодушными. Они не хотят пускали полюбившегося дядю Мишу. А после восторженно делились своими впечатлениями. Сегодня меня удивил тем, что скрипка может передавать такие голоса и настроение. И рояль тоже может то же самое передавать так прямо по-настоящему. После таких концертов хочется ли действительно остановиться музыкантом и все это было? Да, мне очень хочется. Нет, не занимаюсь, но мне очень понравилось то, что сейчас рассказывали на сцене. И за первые семь лет мне действительно понравились все высказывания и интересно слушать этого человека. Тем более, когда это все не всерьез, когда это в шуточной форме происходит, очень интересно слушать, особенно в нашем возрасте. Я раньше занималась, ходила на фортепиано, занималась 4 года. А почему бросила? Ну, как-то мне перестало нравиться, хотя сейчас, когда я прихожу на такие концерты, я понимаю, зачем я это бросила, ведь это очень красиво и замечательно. Вы занимались в такой музыкальной школе, как вы, Микаев Синоновым занимаетесь. Ты бы, наверное, не бросила? Нет. Мне очень нравится, когда ты это слушаешь, прям вникаешь, все понимаешь. Мне очень понравилось, особенно, когда играли на скрипке. Я не ожидала, что скрипка так может звучать. Я думала, она совсем по-другому звучит. Тонкое понимание детской психологии и умение найти какую-то особую историю, которая заставит ребенка не бояться что-то сыграть на инструменте не так, а раскрыться – особый дар Михаила Казиника. В каждом произведении он старается докопаться до истинного его смысла и к этому призывает других педагогов. Я взял YouTube и набрал минуэт быка Гайден и посмотрел, как дети в музыкальных школах, в основном дети в музыкальных школах, его играют. Мне становится просто плохо. Пищат, серьезные, зажатые, напряженные. А там же что? Там же... Гайден соединил блестящий дворцовый минуэт с мучанием быка. Почему? А потому что была свадьба дочери мясника. Он в Гайден взял и написал минуэт с быком. Понимаете, в один прекрасный день он слышит около своего дома шум, крики, радость. И вдруг видит мясник, его счастливая дочь, и ее уже теперь муж, ведут роскошного быка в подарок Гайдену. Понимаете, быка это сколько мяса, сколько всего, да? Это значит, вот символ, потом они его, допустим, зарежут, и Гайден будет получать мясо. Гайден получал бесплатное мясо все время, которое он там жил. Потому что для мясника, поклонника Гайдена это был подарок жизни. Да, конечно, Гайден написал для его дочери, для ее жениха минуэт. Ну, что бы стоило узнать об этом? Ну, что бы стоило рассказать детям об этом? Минуэт быка. Я спрашиваю у любого ребенка, кто такой Гайден? Композитор. Начинается, когда он жил? Не знаю. Да, а почему минает быка? Разве быки танцуют? Ха-ха-ха, охочек. Что быки не танцуют? Особенно минуэты не танцуют, потому что там полшага. А как бык может делать полшага? Да, значит, давай выяснять. И когда я рассказываю, глаза загораются, и будет играть не... Пам-пам-тарам-пам-пам-пам-пам. А будет... Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Му-у-у, да струня соль. Там этого не написано ни в каких нотах. Но это же мычание быка. Откуда? До-седо. Там вверху этот звук. И вдруг вниз. Во-о-о. Явно же чуждый элемент входит. Потому что в минуэте так нельзя. А раз это минуэт быкам можно. Понимаете, вот я привожу просто маленькие примеры. Как безобразно учат. Такая большая работа, концерты, лекции невозможно в одиночку. Поэтому в поездках маэстро сопровождают верные помощники. О них следует сказать несколько отдельных слов. Самый главный из них – сын Михаила Семеновича Борис Козинник. Своим поприщем он также избрал музыку, а инструментом скрипку. Он всегда вдохновлял меня для того, чтобы я занимался, экспериментировал, играл в каких-то ансамблях, принимал участие в концертах с юного возраста. С трех-четырех лет, как я начал ходить на его концерты в зале филармонии в Беларуси, в Минске. Я очень гордился, потому что все говорили, что вот этот вот малютка – это сын музыковеда Михаила Козинника. Еще один человек, который не один год сопровождает маэстро – талантливейший пианист, лауреат международных конкурсов, в том числе и престижнейшего имени Горовица – Вячеслав Зубков. В Европе его за виртуозность называют «пятирукий Вячеслав». И есть за что. Это процесс творчества, творческого взаимодействия, вот как-то, ну, интересно. Это действительно интересный творческий процесс. Культуролог – это, ну, понимаете, это такое очень всеобъемлющее понятие, потому что культуролог – это, в принципе, вот вся культура, ее законы, ее какие-то там подводные течения, понимание, это вот процессы, собственно, вообще вот культурного творчества, если так можно сказать. То есть, его личность как бы больше, чем просто скрипач, то есть шире. Ну, здесь даже в отдельности я бы не говорил о нем, как о скрипаче или как о искусствоведе. Это будет некорректно. Михаил Семенович – это комплекс. Комплекс вот того всего, что он подает, дает слушателям и зрителям. Нам остается надеяться, что эта встреча белгородцев с Михаилом Семеновичем Козинником и его командой только первая в череде многих. А пока этот пророк культуры продолжает вести свою, на первый взгляд, малозаметную, но такую важную работу, пробуждая сознание и обращая в свою религию все большее количество людей во всем мире.